Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Поддержка программы «Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. Добрый день, уважаемые слушатели. У микрофона Светлана Занько. Это интервью Руслана Мамедова. Руслан Олегович сейчас что-то показывает, какие-то знаки. Я в камеру показываю, нас показывают в прямом эфире, да? Да, конечно. У нас прямой эфир, но камера пишет для сайта. А прямой эфир у нас тоже, конечно, есть. Есть онлайн-трансляция на сайте хакерова.ру. Правый верхний угол кнопка онлайн-трансляции. Посмотрите, камера вот там находится. Немножечко сбоку будет показывать. Сейчас мы машем нашим слушателям. День знаменательный для вас и для нас, для меня лично. Потому что мы скажем, что давным-давно знакомы. И, может быть, даже в течение этого разговора расскажем, как, собственно говоря, познакомились. У Руслана сегодня день рождения, юбилей, 45 лет. И хотелось бы узнать, как ваш день начался сегодня. Во-первых, спасибо, Светлана, за приглашение. Я хочу поприветствовать всех радиослушателей. Ну, так он, юбилей немножко женский. Все равно там 45-45, вы знаете дальше предложение. Ну, если уж брать, спросить, так сказать, мы знакомы с вами, в первую очередь, через вашу сестру, с которой мы учились на филфаке, да? То вот сейчас бы нас филологи немножко пожурили, потому что все-таки юбилей — это с 50 лет считается, да? Поэтому там «ю» и «би» — это две латинские фразы, как бы на два и на пять. Но бог с ним, пусть будет юбилей. Я очень рад, что именно в этот день вы меня пригласили. И день у меня начался стандартно. Я проснулся достаточно рано, просыпаюсь. Несмотря на то, что люди говорят, что артисты — это богемные люди, там, так сказать, в полдень мы просыпаемся, пьем перепелиные яйца, значит, пьем чашечку, как это в том фильме, помните, принять вау, выпить чашечку конфет, шампанского. Нет, совершенно. Я уже два года ем примерно одну и ту же еду, которую нам прописали фитнес-тренеры. Затем я занимался делами, кстати, своего дома, где я являюсь управдомом. Я подписал договор о наших видеокамерах, которые мы поставили на обслуживание. Это совершенно неожиданная тоже сторона. Да, вот, пожалуйста, будние артисты, так сказать, об этом не знают никто, но только вам, благодаря, Светлана, вашей магии и эхо Москвы в Кирове. Потом я поехал в спортзал, получил очередную трепку своего тренера Руслана Гарипова, который, кстати, 8 июня тоже празднует день рождения, мы с ним близнецы. Потом я традиционно забрал цветы, с которыми я всегда прихожу. Ой, очень приятно было. Спасибо. Фотографии в Фейсбуке. Спасибо. Заскочил к Евгению Александровне Плотниковой, директору ДК «Родина», в котором все начиналось 25 лет назад. Поболтал с ней, посмеялись, похохотали, она меня благословила, и вот я успешно у вас. Вечером будет концерт. А вечером будет концерт в Гауди. В ресторане Гауди, да. Сегодня понедельник, заметьте. Да, очень активный день. Кто может позволить себе в понедельник вечером пойти? Какой насыщенный будет день рождения. Замечательно. Давайте вернемся к моменту нашего знакомства, как ни странно. С превеликим удовольствием. Хочу в студенческие годы ваши окунуться. Я помню очень хорошо этот момент. Была репетиция какого-то спектакля в театральной студии Педагогического университета. Я пришла посмотреть, как играет моя сестра, и она мне рассказала о вас и представила. Вот с того момента... Мы были партнерами с Ларисой, с вашей сестрой, да. Да, и вот с того момента практически нас жизнь сводила-разводила, но где-то рядом все время мы были. И вот сейчас тоже здесь в этой студии. Но вы никогда, я хочу вам сказать, не терялись из-за моего поля зрения. Всегда меня восхищался. Еще с тех времен, когда вы были... С сей день рождения сегодня. Юной, юной. По-моему, школьницей даже вы пришли к нам в институт. Да, совершенно верно. На филфаке у нас был театр, который возглавляла Зинда Федорна Петрус. И как сейчас помню, мы тогда, по-моему, репетировали Гальдоне пьесу. Вот ваша сестра была... На вы, на ты? Как мы? Я не знаю. Может, на ты уже. Давайте откроем. Открой тайну несчастной. Да, я сама уж не предлагаю. Да, Ларочка, она была моим партнером. Она на курс старше была. Вот я восхищен был этой девушкой всегда. И мы с ней рептировали. И вдруг появилась очаровательная, худенькая, стройная, как сейчас вы. До сих пор остались ты. И мы тогда начали дружить все вместе. И это было прямо прекрасно. Уже института того нет, Педа, представляете? Да, совершенно верно. Студенческие годы и театральная студия. Но это уже ведь шло параллельно с творчеством, которым ты занимался, да? У тебя карьера как бы в это время уже началась. Ну, вообще, меня жизнь всегда сталкивалась с театром. В частности, вот первые все-таки шаги свои я сделал на сцене нашего театра драмы в 10 лет, когда я был участником хора «Мальчиков Орлята». Тоже культовый коллектив. Да, кроме, который недавно, кстати, отметил там очень большое, большой юбилей. Руководитель Ильин Сеевич Кремов тоже отметил юбилей. Кроме выступления и хоровой деятельности, эта студия занималась еще и постановкой детских так называемых оперет. Сегодня бы это назвали мюзикл. И я в 10 лет, так сказать, вышел на сцену театра драмы в таком полномасштабном, серьезном, так сказать, мюзикле, где я играл в «Царя Гороха», как раз моим партнером и был Велен Сеевич Кремов. Вот тогда все зарождалось. Вот, затем художественная самодеятельность, понятно, что в школе постоянно вся эта история. Ну, и потом я ушел в театр при кировском телевидении. Такой был, назывался он «Параллакс». Это очень интересно, ведь вот такой школы сейчас нет. Знаете, совсем недавно я подумал, а чего бы не возродить? А запрос очень большой на самом деле. И посмотри, какие результаты получаются. Надо поговорить. Сегодня тоже руководство сегодня телевидения Кировского достаточно прогрессивное. Меня приглашали недавно на интервью. И когда мы были на интервью в студии, как раз пришла стайка детей на экскурсии. Слушайте, ну мы там с ними залипли, как говорит сегодня молодежь. И фотографировались, и аплодировали. То есть я там был весь в образе, конечно, в бабочке и все такое. Не знаю, кого они там увидели, но мне кажется, что первое впечатление, от их пришествия на телевидении, на телецентр. Это же магия, это же тайна, это же чудо. И мне очень радостно, что у этих детей остались впечатления о каком-то очень необычном, странном человеке таком. Когда ты говоришь, может быть, возродить, а у тебя мысли самостоятельно этим заняться? Детские театральные студии, какие-то большие события? Да у меня, знаешь, сколько мыслей. Я с утра просыпаюсь, мне супруга говорит, а успокойся, остановись. Остановите, Витя, надо выйти. Потому что у меня уже идей столько в голове, и все хочется сделать, понимаете, и все можно сделать. И ни одна эта идея ни разу не потребует вот этой фразы. Денег нет и так далее, чем сегодня грешит наша вся вот эта системная культура, мультура, как я ее называю, понимаете, все в наших руках. И найдутся и средства, не такие уж и большие нужны. В первую очередь, нужны все-таки люди, подвижники, и я бы даже сказал, энтузиасты своего дела. Много ты их видишь вокруг. Я вокруг очень много. Вот в сфере культуры. А в сфере системной культуры нет. Потому что, к сожалению, сегодня в сфере системной культуры при всех тех показателях, отчетах, я понимаю, что все, что происходит, это очень важное происходит. Эта трудная работа идет в отсутствии практически, так сказать, финансирования по остаточному принципу. Все это обрезается. Но вы понимаете, нельзя позволить своему духу стать маргинальным. Мы можем, к сожалению, позволить себе слабость стать маргиналами, потому что, ну вот не хватает денег, и на все мы отвечаем. Знаете, денег нет, денег нет, денег нет. Но потом мозг начинает этому привыкать. И когда тебе задают вопрос, хотя бы помечтать какую-то идею, какой-то проект, какой-то дерзкий, давайте попробуем это сделать. Ты рефлексивно даже запрещаешь себе и мечтать, понимаете? Это называется маргинальность духа. Сегодня это непозволительно. И я считаю, что сегодня главные какие-то культурные, мощные события, такие сильные, все-таки совершаются в несистемном пространстве, в свободном пространстве. И вдвойне радостно, что появляются все-таки в системной культуре такие люди, потому что все равно все зависит от человека. Носители такие, там, руководители музеев, мы сегодня с вами говорили. Мазур вспоминали. Ну, Татьяна Сергеевна Мазур, чью энергию все-таки направили в мирных целях. Когда она была в департаменте культуры, это же просто ужас был какой-то, понимаете? То есть я ее боялся. Я работал там, я боялся Татьяну Мазур, вы понимаете? Вот. Ну, это просто потрясающий человек. Это же замечательно, что сегодня вот как раз я могу сказать, что художественный музей и там, скажем, внесистемная культура, свободная культура, они сегодня так идут рука об руку, плечом к плечу. Там галерея прогресса, да, там музей. Они стали сегодня в авангарде этого движения. И что? Что деньги есть на это? Тоже ведь денег нет. Но есть желание и есть энтузиазм, есть энергия, есть видение, есть сила. И хочу вам сказать, что Татьяна Мазур всегда была посильнее многих даже мужчин, надо признаться. И вообще хочу сказать комплимент уж, коль скоро и к вам я пришел, и всем женщинам сегодня я хочу сделать комплимент. Вы прекрасны этим летом, потому что завтра день рождения Пушкина, сегодня мой день рождения, хочется говорить стихами, хочется говорить комплименты какие-то сегодня, быть таким добрым, счастливым. Руслан Мамедов, это его интервью сегодня в эфире нашей радиостанции. Я поймала себя на мысли, что я ведь тебя даже не представил. Мне кажется, и представлять-то не надо. Да как не надо? Все знают, кто ты такой, но я скажу, продюсер, шоумен, художественный руководитель творческого объединения «Кировконцерт». Если покопаться в прошлом, очень-очень много еще чего можно написать. В частности, например, ты упомянул, что ты работал в департаменте культуры. Да, да. Как тебя туда занесло? Очень просто. Наш с тобой друг Сан Саныч Галецких, которому, так сказать, низкий поклон, стал заместителем губернатора. В прошлом учитель. Человек, который... Директор школы. Директор школы. Наши любимые авиатско-гуманитарные гимназии. Я считал, конечно, это своим личным достижением, потому что он один из нас. Он филфаковец. Он тоже талантливейший человек, который вел программу не только уроки на Кировском телевидении. И ваш покорный слуга в возрасте шести с половиной лет впервые дебютировал у него в программе. На секундочку. Да. И он становится заместителем губернатора. Человек, который не связан ни с экономикой, ни с какими-то свечными заводиками, ничего. И понятно, что он начал собирать птенцов своих. А поскольку 29-я школа на то время авиатско-гуманитарной гимназии многих из нас всех объединила под своими крылами, он мне позвонил. Я уже в это время стажировался в Москве. Пять лет я уже занимался деятельностью. Он сказал, старик, он примерно так сказал, а не хочешь ли ты вернуться на вятку? Здесь есть у нас для тебя дело. Руслан, похоже? Да, очень. Но мое первое амплуа было. Да, очень. Я все-таки пародист. Не забывайте. Старик, приезжай, надо поговорить. И вот в ближайший момент я примчался, и мне доверили возглавить вот этот самый дерзкий, амбициозный проект, который я больше всего люблю в своей жизни. Понимаете? Это культурный центр Аполло. Там мы тоже поработали вместе. Да, да. Вы понимаете, многие рефлексировали. И вы понимаете, я как филолог очень четко могу понять, что не надо иногда скрываться за изящными конструкциями речи, какими-то фигурами речи. Вот, например, когда мы рассуждали на тему, как совместить сегодня системную культуру и новые вызовы, в том числе и совместить продюсерскую деятельность и задачи государственные по развитию культуры, то многие люди просто прятались за такими фразами «не можно впрячь в одну телегу коня и трепетную ланю», коль скоро завтра день рождения Пушкина, будем его цитировать. Я считаю, все это демагогией. Не просто можно, а нужно. И все это получалось. Просто нужно было иметь, извините за выражение, характер, силу все это дожать. И ровно настолько, насколько у нас это получилось, я считаю, это был самый великолепный, самый успешный проект за последние годы вот в нашей вятской культуре. Тогда расскажи, пожалуйста, потому что уже подзабылось, естественно, расскажи, в чем заключалась суть идеи. Идея заключалась в том, что они себе позволили, они, я имею в виду руководство на тот момент, позволили себе кластерное мышление. А что такое кластерное мышление? Это проектное мышление, это долгое целеполагание, это краткосрочные перспективы, среднесрочные, долгосрочные перспективы. То есть была какая-то программа этого всего. И хотели очень развивать центр нашего города контекстно. Мало того, мы не просто даже нашли диалог, например, с бизнесом, даже бизнес отозвался. И поэтому, если вот сейчас меня слушают кировчане в основном, вот тот околоток, который находится в центре нашего города, это где рядом ресторан «Воснецов», главпочтамт, парк «Аполло», театр «Кукол», дом «Виберга». Это целый мощный культурный кластер, не правда ли? Конечно. Вот, и вы представляете? И поэтому, когда начали развивать вот этот участок нашего города вот в таком контексте, даже бизнес, который подтянулся к нам, решил поддержать это контекстное развитие, сделав ресторан «Воснецов». Таким образом, всё получилось очень как... Так и должно складываться. Так и должно складываться. Городское пространство, конечно. И вы понимаете, то есть как начал развиваться театр «Кукол» замечательно. Потому что это, я всегда говорил, мультикультурная площадка, как ни крути. Это и театр «Кукол», это и дети, и их дедушки, и бабушки, и взрослые, и прочие дела. Ну, сегодня 21 век на носу, понимаете? Ну, вот определённые ретроградные, конечно, взгляды не позволили нам, скажем, в полной мере решить этот вопрос. Какие именно ретроградные взгляды? Ну, вы знаете, на самом деле, по сути своей, люди боролись за место под солнцем. Когда пришла наша новая команда, очень многие люди этих вызовов просто... В театре «Кукол». Ну, не выдержали этих вызовов, скажем так, да? Потому что уж явная конкуренция появлялась. И люди сравнивали нашу команду, их команду, наши подходы, наши методы. То есть мы опережали время, мы понимали, что мы пришли из бизнеса, и мы поняли самое главное. Две категории важны. И я хочу ко всем обратиться. Не деньги, в первую очередь. Время и люди. И я за эти семь лет, которые уже прошли с начала проекта, увидел, что вот эти две категории, к сожалению, сегодня очень мало уважаются внутри этого сообщества. Время и люди. Уходят люди. Их не возвратить. Их тайные миры не возродить. И как мне хочется опять от этой невозвратности кричать. Написал поэт, который совсем недавно от нас ушел. Я видел, как люди уходили в прямом смысле этого слова. Как было упущено время. Упускалось это время. Но вот не хватило в руководстве нашей Кировской области и правительства, не хватило эту историю дожать. Надо было дожимать. Просто нужна воля, сила и натиск. Как это было? Ну, когда начались, так сказать, вот эти невежественные бунты, будем так говорить о том, Свет, ну, вот сидит перед тобой человек, который весь в детях. Ты же видишь в газетах. Да, да. То есть... Да, у меня источник новостей. Да, который никогда не бросал педагогическую деятельность, который занимался летом детьми, внуками. Господи, сколько людей на мне выросло. Ну, если такие какие-то невежественные были фразы и вбросы о том, что, ну, из этого всего театра мы превратим там бизнес-центры и прочие дела, и кукол мы сожгем на заднем дворе, детей сожрем. Ну, их опасения понятны, да? Вы понимаете, когда полемика и дискуссия, Свет, ведется доказательством, кто лучше делами, а не разгулом. И какой-то пошлой, хулиганской, бакханалией, околотеатральной, понимаете? Мне вообще хотелось бы сказать очень многим артистам, надо театром заниматься, надо заниматься профессией, не надо заниматься склоками. Честно говоря, стыдно. Я за всем этим наблюдал просто. Ну, видно, что больно было, конечно. Конечно, больно. Все, что было построено, потерять. Видно, что очень жалко. Но мы все это пережили, Свет. Это да, это да. Руслан Мамедов пережил, дожил до 45 лет, и день рождения Руслана мы сегодня празднуем. И по этому поводу у нас интервью. Напоминаю, продюсер Шоумен, художественный руководитель творческого объединения Киров-концерта в студии нашей радиостанции. Сегодня мы продолжаем. А что, кстати говоря, новое правительство? Оно как-то обращало внимание на развитие этой территории? Может быть, какие-то предложения поступали? Я чуть не сказал, а кто эти люди? О-о-о! Ну, вроде бы неплохие какие-то товарищи, но пока мы не пересекались. Были кое-какие консультации, но они настолько беспредметные. И честно вам скажу, что у них, мне кажется, что сегодня первоначальная задача тут не в культуре. Первоначальная задача у них, наверное, разобраться с тем, как люди сегодня живут. И я за. Уж в культуре мы, честно говоря, сами как-нибудь поживем, разберемся. В конце концов, какая разница, где ваш покорный слуга работает, где у него лежит трудовая книжка. Я этим занимался до, после и буду. Мы пять губернаторов пережили, так сказать, да, с вами, Света, мы вспоминаем, 25 лет деятельности. Ну, скажите мне, пожалуйста. Мы здесь родились. Вот в чем суть. И нам здесь жить. И я думаю, что, может быть, здесь мы закончим свои пути. Но надо максимально много успеть сделать без оглядки. И слава богу, что у меня появилась возможность сегодня не звонить, не ждать о Добрямс, не спрашивать какой-то генеральной направляющей линии. Мне это не надо, потому что я знаю, куда идти. Со мной идут люди. 25 лет со мной идет коллектив. Со мной идет очень много единомышленников. Я очень счастливый человек. Они верят во все. И все, когда закрылся проект Аполло, на следующий день мы оказались в другом офисе. Точно так же мы его обустроили, как мы это умеем. Мы как пилигримы, понимаете, мы собрали все с собой. В первую очередь с собой мы забрали нашу веру в то, что мы делаем. И мы сегодня успешны только лишь потому, что мы никогда не почиваем на лаврах, а учимся. А учиться есть чем, я вас уверяю. Сегодня мир бежит в сторону цифрового интернета у молодежи. Мы очень много общаемся с молодежью. Мы к сегодняшнему моменту вернемся чуть попозже. Мне очень хочется обратиться к детям, о которых так много говорил. И в нашей студии, в дневных разворотах, когда мы говорили и про летний отдых, и про лагеря, ну и вообще. Хочу вернуться к детям, но хочу вернуться к тебе как к ребенку. Я вот прочитала достаточно много твоих интервью, но про детство, кроме того, что ты пел в хоре мальчиков-орлят, как-то не очень много сказано. Все-таки ведь были же направляющие, да? Кто тебя направил в хор? Кто тебя и как развивал? Кто на тебя оказал влияние? Света, я благодарю тебя за этот вопрос. Он очень трогательный. И впервые, наверное, вот в свой день рождения в Фейсбуке я выложил очень много фотографий детских черно-белых. Меня воспитала мама и бабушка. Папа мой из города Кировабад. Это Генджа, древнейшая столица Азербайджана. Так получилось, что в три года он меня покинул, и меня воспитала русская мама и русская бабушка. Я себя не называю, наверное, вполне русским человеком. Безусловно, я христианин, я россиянин, я здесь живу, мне здесь все понятно. Фамилия моя, конечно, такая, что не грех лишний раз все-таки сказать, что я, так сказать, не владелец фруктового киоска на центральном рынке, понимаете? И хоть я и с цветами хожу, я ими не торгую, я вас уверяю. И кроме всего прочего, фамилия Мамедов стала очень распространенной в городе Кирове. Это и Тахир Мамедов, и Роман Мамедов, которого постоянно мне пророчат в сыновья. Недавно позвонил товарищ и говорит, слушай, я к твоему сыну хочу своего сына отправить. Я думал, он хочет познакомиться с моим сыном Тимуром, которому 12 лет. Он говорит, нет, с Романом. Я говорю, ты с ума сошел. Если Роман мой сын, то, значит, я его должен был родить в 12 лет. Он не настолько младше меня, успешный парень. И я воспитывался на районе ТЭЦ-4. Это были, значит, 70-е, 80-е, 90-е годы. Мы прошли все горнила, так сказать, становления улицы. Поэтому, как говорит мой учитель Юрий Моисеевич Миславский, который сегодня вечером будет встречать всех за роялем, как всегда, традиционно, он говорит, Руслан, мы интеллигентные люди, мы можем и послать. Да, и за крепким словцом мы не лезем в карманы. Иногда людям кажется, что это хамство, но это не хамство на самом деле. Мы просто, ну, я очень не люблю людей, которые других людей считают идиотами, понимаете? Вот. Поэтому как-то получилось так, что я сам себя развлекал. Я много болел, у меня были железки, большие глаза, постоянно были компрессы эти жуткие совершенно. И бабушка мне рассказывала все истории, как говорят на авиатском диалекте, про ранешные, вот так вот мягко. Я все это слушал, впитывал. А мой дедушка, ветеран двух войн, он играл очень хорошо на аккордеоне. Я вставал на горбатый кофр аккордеона и пел «Что тебе снится, крейсер Аврора?» Или, например, там «Вдали за рекой догорали». Вот такие военные песни. Потом так случилось, что и дедушка ушел в мир иной. Но это вот, понимаете, вот этот заряд запал развлекаться самому, как-то остался. Потом они посмотрели, я начал что-то рисовать, что-то начал мурлыкать, что-то начал петь. И взяли как-то вот и отдали меня вот в этот хор мальчиков. Это было ключевое решение в моей жизни. И дальше моя жизнь пошла только по творческой стезе. И больше никогда ничем я в этом городе не занимался. Чем бы я ни занимался, это было менее успешно, чем вот эта история. И вот 25 лет я иду и говорю, что есть такая профессия родину развлекать. Поэтому, ваш покорный слуга, надеюсь, что еще долго, так сказать, мы с вами будем встречаться и на радиостудии, и на подмостках, и... И, может быть, в каких-то других еще проектах. Куда угодно, я всегда в вашем распоряжении. Руслан Мамедов, его эфир, его день рождения сегодня и ваше внимание. Москва, вот этот вот прорыв в столице, ведь тоже серьезный кусок жизни. Ну, вам ли не знать, как многие творческие люди делают набеги туда. По-моему, в одном из интервью я сказал о том, что кто из нас не мечтал, смотря в то время первые эфиры, а ведь вот 25 лет назад вообще зарождался шоу-бизнес, коммерческое телевидение, радио. Раньше было две кнопки, мы переключали это все плоскогубцами, вы помните, да? И вот эти первые эфиры рождественских встреч Аллы Пугачевой, это было нечто, правда? Конечно. И вот на первом ряду сидят небожители, тогда еще молодые, там, Николаев, Крутой, Буйнов и так далее. Я смотрю и думаю, в том строю есть промежуток малый, быть может, это место. Кто из нас не мечтал? Но поскольку, вот, странно, но факт, моя судьба очень рано стала семейной, это, конечно, было сдерживающим фактором, потому что ответственность и обязательства. 25 лет семейной жизни. У нас именно сегодня 25 лет творческой жизни, 25 лет семейной жизни, 25 лет моей старшей дочке Вике, которая с вашим племянником училась вместе в одном классе. Вот, и это все как-то, знаете, тормозило. Ну, и с другой стороны, честно говоря, внутренняя плодожорка, которая требовала, там, тщеславия, там, какого-то удовлетворения, она была всегда сыта, потому что как-то мы сразу попали в жилу, вот здесь, в Кирове, и как-то мы всегда были в поле зрения. То есть мы всегда выступали, были всегда востребованы, потом нас приглашали везде на гастроли, потом я занялся гастрольной деятельностью, как импресарио. И как бы вот, скажем, эта потребность внутренняя, и вот этот дефицит общения, в первую очередь с артистами и нахождение в артистической среде, он так или иначе был у меня несколько, в общем-то, купирован, потому что, ну, вроде есть и есть, как бы я себя никогда не счастливым и невостребованным человеком не считал. Но вот в 33 года и в 35 лет, когда я сделал этот прорыв, наверное, как раз был кризис среднего возраста, как это переосмысление, потому что я ведь не просто уехал в Москву, я еще поступил в Московскую государственную юридическую академию, здесь, в Кирове, имени Кутафина. И то есть я параллельно вновь себя посадил на шкалярскую скамью, это, кстати, очень хорошо взбадривает. Если в какой-то момент, я хочу всем радиослушателям сказать, вы находитесь на перепутье, а такое часто очень людей бывает, вам некому дать совет, у вас внутри тревога или смятение, или вы не знаете, куда дальше идти, такое бывает. Иногда нужно остановиться, осмотреться. Хорошо, когда есть люди, с которыми можно посоветоваться, но ничего так лучшее не катализирует процессы, не обновляет, как беременность в зрелом возрасте женщин, так же и мужчин в зрелом возрасте, между прочим, очень хорошо облагораживает. А. Новая студенческая скамья и новые вызовы, потому что я приехал в Москву, там вот мои вот все эти достижения никому нафиг не нужны были, извините, конечно, за такую фразу. И хочешь дома сидеть у юбки жены, сиди. Ну я туда поехал, и в достаточно зрелом возрасте, в 35 лет, и вы знаете, все получилось. И год, первый, второй, третий, Москва начала затягивать, и она меня не отторгла. Я пережил один кризис, второй кризис. Но вот та огранка, которую я там получал, сегодня это называю, кстати, стажировкой. Вот это была стажировка 4,5 года. И, конечно, когда был звонок от Сан Саныча Галицкого, я это воспринял с таким оптимизмом и захотел здесь реализовать весь свой накопленный багаж. Насколько это получилось, наверное, судить вам и нашим зрителям и жителям этого города. Давай, если это возможно, я не знаю, я не интересовалась эфиром, поэтому можешь сразу здесь расставить все точки и обозначить границы. Несколько слов о твоей семье, о твоей жене, о твоей дочери замечательной. Ничего не знаю о твоем младшем сыне, о дочери, конечно, да. Потому что, действительно, весь путь, сколько там лет, 11-летний, да, в школе, в 29-й, в ВГГ. Вика и мой племянник Митя прошли вместе, и я, конечно, в курсе этих событий вербрельцев. Боже мой, и Лариса была преподавательницей русской музыкальной литературы. Совершенно верно, маэстро. Сестра ваша. Ну что, Вика, она сейчас мама успешная, соответственно, у нее есть дочка 5 лет. То есть, соответственно, я дедушка. Уже 5 лет. Уже 5 лет. Дед Мамед меня называет, да. Они живут в другой стране. Сегодня они прислали мне видео какое-то. Наверное, это будет показано вечером в концерте. Вообще, сегодня много сюрпризов. Что-то все шушукаются, что-то все пытаются, значит, чтобы я не знал чего-то, не слышал. Я говорю, слушайте, я же нудный, понимаете? Я же режиссер, мне надо знать, когда, чего, что будет. Давайте я лучше сыграю. Вау! Как это приятно! Слушайте, я не ожидал. И еще раз переживу эти моменты. Да, и лучше вы мне заранее покажите, может, что-то надо перемонтировать, что-то надо подсказать, как лучше сделать, как меня удивить получше, понимаете, да? Надо прерваться. Что случилось? Надо прерваться, у нас двухминутная реклама. Правда? Прервемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. Вот что значит человек, мыслитель, режиссер. Мы уже тут в двухминутный перерыв освояли проект. Я просто потрясен, как ты это все разложил и, правда, меня натолкнуло на мысль. Ну, если получится, мы потом расскажем. Здесь же расскажем первое. Хорошо? Договорились? Хорошо, хорошо. Пока сейчас не будем раскрывать карты. Только ты могла такой элегантный проект предложить. Вот мы же с тобой давно знакомы, правда? Да, да, да. Руслан Мамедов, его эфир, его день рождения. Сейчас, прямо сейчас вы слушаете и празднуете. Мы возвращаемся к семье, мы на этом прервались. Мы говорили о Виктории, твоей дочери, которая тоже 25 лет, и внуку 5. И она прислала тебе поздравления. Вообще какое-то безумие, да? Внуку 5. Это прекрасно, я считаю, что это прекрасно. Я чувствую, что здесь ты абсолютно спокоен. Вот я доволен, спокоен за судьбу своего ребенка. Я еще не понял, знаете. Я слушаю группу «Грибы», понимаете, товарищи. Я хожу в обуви DC. Я знаю, что такое сникеры, я знаю, что такое хайп. Это 12-летний все-таки сказывается. Ну, то есть, ну, как-то, понимаете, 12-летний дедушка. То есть у меня мозги 12-летнего. Я про сына. Да, у меня, кстати, вот сын взрослеет, и я с ним взрослею. У меня один опус такой рассказ назывался «Когда в тебе умирает мальчик». Я вот пописываю так в стол, может быть, когда-нибудь это опубликую. И очень важно отцу, у которого есть сын, постоянно с ним 8 лет, 9 лет, 10 лет, понимаете, расти с ним, смотреть одними глазами. Но это, наверное, можно говорить о внешней стороне воспитания, потому что есть внутренняя школа, банальные, так сказать, ежедневные дела. Но тут уже моя супруга, конечно, помогает мне, Наталья. Хотя до недавнего времени наша жизнь, в общем-то, семейная, я достаточно оберегал. Мы как-то не стараемся это все афишировать. И вообще, надо признаться, все радиослушатели должны понять. Настоящий профессионал, конечно, показывает то, что хочет показать. И многим может показаться о том, что, так сказать, все знают мою подноготную, я достаточно активную деятельность веду там в интернете, в сетях, в фейсбуке. Но я вас уверяю, это всего лишь 10% моей деятельности. Потому что в обычной жизни, так сказать, я такой же человек, который сегодня слушает нашу радиостанцию. У него тоже свои проблемы есть, и моральные, материальные обязательства есть, и родители есть, которым надо помогать. И у меня дача есть. Да, я трогательный дачник, от слова трогать я все трогаю. Поэтому я хочу спасибо сказать моей супруге Наталье и моей семье, конечно, за то, что они все эти годы являются моим тылом. Без них, конечно, ничего бы не было. Ну и что тут греха таить, многое ради них делается, в первую очередь. Вот вкратце, сын учится, сейчас занимается BMX, велосипедами. То есть мы все прошли, начиная от этих Lego, господи, прости, от пиратов Крепского моря, от компьютерных игр, в общем, все мы прошли. У нас есть такая традиция, мы киноманы, и каждую субботу с Ксенией мы посещаем новые новинки. Потом это обсуждаем в интернете, смотрим, читаем отзывы. Это такой, знаете, поход мужской. Мы ходим одними и тем же тропами, одно и то же там кушаем, едим. Это важная традиция в нашей семье. Поэтому вот вкратце я могу так, наверное, приоткрыть завесу с семейной нашей жизни. Ну, а уже какое-то направление деятельности будущего Тимура складывается? Он представления какие-то имеет о том, кем он будет? Ну, точно не актером, точно не артистом. Мы скажем, что и Вика тоже не актриса. Да, Вика не актриса, она, так сказать, просто... У нее все хорошо, у Вики. Она хорошая жена, хорошая мама, у нее хороший муж, это главное. Вот. Знаете, я ему подсказываю. До недавнего времени почему-то я думал, что он должен тоже юридическое образование получить, быть как бы, может быть, грамотным юридически. Но после моего знакомства и моего слежения за таким удивительным человеком в Кирове, как Павел Шапкин... Да. Я с ним познакомился порядка семи лет назад. Да, наши слушатели с ним знакомились. Я вам хочу сказать, что я просто горд, что в нашем городе есть такие прекрасные молодые люди. Совсем недавно мы встретились в моем офисе, сфотографировались с ним. Я всегда его поддерживаю. Я поддерживаю. Паша даже некоторое время здесь работал. Это просто феноменальный человек. И мне очень хочется, чтобы мой сын в то время, пока он живет в Кирове, был в сообществе вот этих прогрессивных людей, которые сегодня... Геймеры. Они геймеры. Они сегодня отцентровывают вокруг себя такой движ, как говорит молодежь. Такие центробежные силы закручивают. И все это на площадке нашего университета. Это же потрясающе, понимаете? Они приглашают людей из разных городов, дают им здесь квартиры. Они не сами уезжают, да? Они сюда притягивают людей. Я настолько восхищен этими молодыми людьми. Поэтому мне кажется, что он должен все-таки подтягиваться больше к тому, что к завтрашнему дню. Он еще совсем у нас не наступил. Но такие, как Павел и такие, как его друзья, приближают этот день, в том числе и для нашего города Кирова. То есть в айтишники пройдут? Я не знаю там конкретно, что-то такое, но мне кажется, потому что это им сегодня близко. Для них это их культура, понимаете? И это же свобода. Вот, Света, тут ты вообще, понимаешь, просто в точку. Я так завидую людям, которые могут жить там на Гуана, Бали и дистанционно работать. Которые люди мира. Которые, понимаете, свободные люди, не агрессивные, счастливые. Которые могут куда угодно прийти, посмотреть. Ну, это же просто потрясающе. Но поскольку я так не могу на сегодняшний день себе, в частности, позволить, то я выбрал несколько другую доктрину приближения этой эры милосердия. Так сказать, мы стараемся что-то в городе делать неплохое. Вот, теперь про сейчас. Нас остается 6 минут. И мы можем рассказать про то, чем ты занимаешься на данный момент. Первое, я радуюсь. Я очень рад тому, что театральное сообщество и театральная жизнь в городе начала подниматься. Я прошу прощения, но я должна вот что тебе зачитать. У нас на сайте есть к тебе послание в разделе анонсы. Просто ты разговаривал про театральное сообщество, должна зачитать. Чем вы объясните свои отношения к ветеранам? В течение ряда лет вы постоянно проявляете внимание и сыновью заботу о людях, посвятивших свою жизнь искусственно. Ну, видимо, тоже человек пишет творчески и красиво выражается. Спасибо. Я прям вот даже не знаю, о чем речь идет. Ну, скажем так, не то, чтобы я скрываю какие-то свои вот эти виды деятельности. Я просто очень деликатно отношусь к вопросу благотворительности, милосердия и благодарности. Ну, если я артист, и всегда быть в маске судьба моя, наверное, пусть люди видят веселого человека, пусть шоумена, как бы такой фан беззаботный и так далее. Ну, действительно, очень большую часть моей жизни занимает работа именно с подрастающим поколением и в том числе с поколением старших товарищей. В нашем городе живут уникальные совершенно мастера своего дела, которые, к сожалению, еще раз говорю, уходят. И то отношение, которое сегодня к ним существует, меня никак категорически не устраивает. Поэтому, по мере своей возможности, я, безусловно, выказываю знаки уважения, помогаю, что-то организовываю. Я хочу, чтобы эти люди были на сегодняшний день востребованы, они не были забытыми. Потому что ничто так не сокращает век великих мастеров, артистов и старшего поколения, моих учителей в первую очередь. Это Юрий Моисеевич Миславский, Михаил Матвеевич Хайкин, которого нет, Славан Борисович Сахар, Велен Сеевич Кремов, Юрий Степанович Квитковский, Айлита Леонидовна Ткачук. Это такие милейшие люди, они живут сегодня здесь, в Кирове, с которыми нужно каждый день встречаться, общаться. Их нужно брать в концерты, в мероприятия. Мало того, у меня есть мечта, я хочу, чтобы молодежь наша с ними общалась и выступала на одних подмостках. Потому что, в отличие от всех, я могу, честно сказать, о своей удаче в жизни, о своем счастье, что я не просто их знал. Я с ними выступал в одних программах, я учился у них, я подсматривал, глядел, как это лучше. И, например, такие мастера нашего театра, возвращаясь, которые, к сожалению, уходят совсем недавно, мы простились с Александром Кириковым. Для меня было большое счастье с Галиной Мельникой, с Сашей Кириковым работать на одних подмостках, так сказать, много раз мы встречались на мероприятиях. И я так рад, что сегодня и наш тюз традиционный, его по старинке называю, и театр драмы показывает подъем театрального сегодня мировоззрения в Кирове. Потому что после Павловича появился какой-то вакуум, я считаю, что исход Павловича, в общем-то, это была, конечно, очень негативная ситуация. Таких людей, как Павлович, надо держать. Он неоднозначно к нему... Держать таких людей? Зачем? Павлович сам ушел? Ну, это лично мое мнение. Мы с ним лично не были знакомы. Мало того, я слышал даже, может быть, его, так сказать, мнение обо мне не совсем приятное. Но при всем при том, я считаю, это явлением. Это очень важно, что в нашем городе что-то происходит. И вот сегодня Костя Солдатов пришел, кстати, Бакинец, в театр драмы. Сегодня по-прежнему... Тюз прекрасен. Вы знаете, я на Тюз сходил на Каренина. Я еле просто вышел оттуда, потому что я, так сказать, трепал Андрея Матюшина. А там что творила Карпичева Марина, вообще что это было такое? Я еле выдержал эту историю. А потом, когда я пришел на 18.25 в театр драмы, вы не смотрели еще? Нет, 18.25 не смотрел. Ну, я стала чаще ходить в театр. Ну, я вам так хочу сказать, вот честно. Может быть, я что-то для себя увидел. Может быть, я, как говорится, немножко ку-ку. Это можно мне простить. У меня есть свое видение. Но я ужасно скептически отношусь к нашему театру. Или относился, будем говорить. Я пришел, я первое отделение просмотрел, как завороженное. На втором отделении я просто, Света, расплакался. Весь в соплях и в слезах я плакал на плече у Никиты Третьякова. Замечательного артиста. И я считаю, что вот эти опыты нужно просто поддерживать. Я не театральный критик. Я не могу сказать, хорошо или плохо. Я был поклонником, так сказать, Степанцева и всей группы и труппы. Но эта страница, так сказать, перелистнута сегодня. Да, нужно тепло, очень в памяти уважительно к этому относиться. Но мне кажется, сегодня стрелять на взлете и подрезать крылья тем, кто сегодня пытается воспарить вот в этом болоте, извините за выражение, склочном, нельзя ни в коем случае. Нужно, наоборот, помогать, руку помощи протягивать. Ну, прежде всего, публика. И поддерживать. Публика, пожалуйста. А публика всегда проголосует ногами. Всегда ногами рублем. Я так говорю, как продюсер уже говорю. Дай бог всем моим братьям по сцене, всем актерам, всем артистам, всем творческим людям, всем, кто зарабатывает себе на пропитание, на кусок хлеба простой вещью. Нравится или не нравится. Это как в гастрономии, понимаете? Либо вкусно, либо невкусно. Понимаете, о чем я говорю? И здесь, если людям нравится, если это красиво, достойно, а еще заставляет размышлять, думать и воспитывает, то я всеми руками за такое искусство. Я готов служить ему до конца своих дней именно здесь, в городе Кирове. И вот здесь мы поставим точку. Серьезно? А про сейчас поговорим когда-нибудь в будущем. То есть у нас уже времени нет? Все. А можно людям сказать о том, что завтра, друзья, сегодня да бог с ним, с моим днем рождения. Вот так всегда идем по жизни. Я на день раньше, он за мной. А если бы мы родились вместе, кто бы кого затмил собой? Себя под Пушкиным мы чистим. Мы близнецы другой народ. В его тени не видно многих. Что уж твердить про этот род? Это мои строчки. Я посвящаю их Александру Сергеевичу Пушкину. Завтра потрясающий совершенно день рождения. Читайте, декламируйте стихи, занимайтесь искусством, творите, будьте счастливы. Ваш покорный слуга Руслан Мамедов. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...